Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие друзья мои, сегодня мы с вами поговорим о людях, которые в значительной степени перевернули мир России в XVIII веке и подготовили то, что произойдет в веке XIX. Одно из этих имен, вам, наверное, достаточно хорошо известно, это Радищев. Второе имя известно чуть хуже, на веков. Третье имя, я боюсь, вы вообще не слышали, а мы поговорим еще и о третьем человеке. Это князь Михаил Михайлович Щербатов, который вообще-то вроде бы стоял в стороне от всех этих процессов, но тем не менее, я думаю, что рационально было бы поговорить именно о трех вот этих персонажах, потому что они в значительной степени показали, куда двигается мир в конце XVIII века. Начнем мы, пожалуй, с Новикова. Личность чрезвычайно любопытная, необычная. Николай Иванович Новиков вообще был выходцем из небольшой дворянской семьи. Он получил довольно странное образование, потому что он учился в гимназии дворянской, при Московском университете, но оттуда был отчислен за ленность и непосещение занятий. Так что вот жизненный путь этого просветителя начался с того, что он как раз не хотел просвещаться сам. Он пошел потом на службу на военную, как практически все дворянские деятели, большинство из них в то время. И вот тут вот ему повезло. Он попал в Измайловский полк, и в тот день, когда был совершен государственный переворот, когда Екатерина II пришла к власти, он был дежурным у разводного моста, часовым был. И за это он был, пожалуй, в унтер-офицер, у него так открывалась карьера хорошая. Хотя, надо сказать, что эта карьера, видимо, его мало волновала. Прошло совсем немного времени, и Николай Иванович ушел в отставку. Он проявил склонность к совершенно другим занятиям. Ему нравилось писать. Ему хотелось что-то издавать, что вообще по тем временам было очень странно. Это, знаете, сейчас у нас много желающих издавать. Вы знаете, что издательство у нас мать-мущая, а писатели и того больше. А вот в XVIII веке это надо было иметь, в общем-то, изрядное мужество, чтобы избрать такой путь, потому что это было вовсе непочтенное занятие. Новиков начинает издавать сатирический журнал. Вот само по себе, конечно, предприятие очень любопытно. Он назвал этот журнал «Трутень». Сатира была тогда в почете. И сатирический журнал издавала и сама Екатерина II. Она тоже этим баловалась. Но надо сказать, что ее журнал и журнал Новикова, они принципиально расходились, конечно. Расходились они прежде всего в направленности вот этой сатиры. Высмеивали почти одно и то же. Это была дворянская жизнь, это была излишняя роскошь, это было дурное влияние с Запада, популярная у нас тема вплоть до сегодняшнего дня. Это были всякие вещи, связанные с повседневной жизнью такого дворянства, но направленность этих сатирических рассуждений была совершенно разная. Для Екатерины это была такая, ну это смех. Это, понимаете, высмеивание просто каких-то таких вот слабостей человеческих, да, попытка улучшения нравов каких-то и так далее. Для Новикова это все было гораздо серьезнее. Он публикует сатирические произведения, которые несут в себе очень такие язвительные вещи, понимаете, которые упрекают дворян в том, что они, пользуясь своим положением, принижают всех остальных. И прежде всего он ориентируется на довольно своеобразные сословия того времени, на тех, кого тогда не любили, и надо сказать, и потом не будут любить. И это слово станет у нас, не скажу совсем ругательным, но полуругательным, мещанин. Вот мещане, люди подлого сословия, как тогда говорили, они говорят, для кого подлые? Для дворян? Это люди, которые делают все. Это купцы, это люди, которые работают в городах, да. Это вообще-то городской житель просто. И здесь Новиков, конечно, делает очень серьезный шаг вперед по сравнению со всеми окружающими. Мало того, Новиков говорит и о положении крестьян. Он говорит довольно остро об этом. И это вызывает недовольство. От него требуют, чтобы он смягчил тон статей, которые издаются в трутне, что он и делает. Он переходит на гораздо более спокойные статьи, а потом он просто закрывает журнал. И тоже начинает издавать другой журнал «Живописец». Лучший журнал 18 века. Интереснейший журнал, где были серьезные теоретические статьи. Статьи, связанные с критическими обзорами литературы, культуры. И опять-таки социальные вопросы. И он опять переходит в столкновение с, прежде всего, с Екатериной, конечно. Прежде всего с Екатериной. И кончается это все тем же. Он вынужден переходить на статьи общего характера, уходить от острых социальных вопросов. И в конце концов закрывает этот журнал. Но на этом не останавливается. Он начинает издавать санкт-петербургские ведомости. Он начинает издавать еженедельные издания. 22 выпуска выходят. Все идет замечательно. И вдруг он прекращает это дело и уезжает из Санкт-Петербурга в Москву. В чем тут дело? Ну, во-первых, связано это было с тем, что сам Новиков никак не мог понять, как выйти из того положения, в котором находится общество. С одной стороны, он понимает, что просвещение – это великая сила. И с другой стороны, он пишет иногда очень странные вещи. Он пишет, что вот прежде, государи, они понимали, что самое страшное, что может вообще разрушить страну – это просвещение. Просвещение. И поэтому просвещение – смерти подобное, понимаете? Он разрывается просто между этими двумя вещами. Он не знает, как выйти из положения. Он, с одной стороны, хочет вернуться к прежним нравам, добрым нравам, как он считает, хорошим нравом. Он пытается сохранить отношения нормальные, патриархальные отношения в стране. С другой стороны, он понимает, что нужно просвещение, нужен просвещенный монарх, как необходимо исправлять то, что происходит и так далее. И не может найти выхода из этого противоречия. Он находит тогда этот выход в том, в чем нашли многие люди, просвещенные люди того времени. Выход – он сближается с масонами и вступает в масонскую ложу. Надо сказать, что я понимаю, что слово «масон» сегодня чуть ли не ругательным тоже звучит у нас. На самом деле, движения масонские очень популярны и в XVIII веке, и в XIX веке. Они действительно пытались, во-первых, заняться самопознанием, они пытались заниматься просвещением, и цели их были самые-самые-самые положительные. Вот Новиков как раз и сближается с масонами, и тогда это был куратор Московского университета, и масон Херасков приглашает его в Москву. Он едет в Москву для того, чтобы здесь принять на себя очень сложное дело. Он начинает заведовать типографией Московского университета. Неблагодарное дело по тем временам. Вообще, надо сказать, что в это время в Москве книжное дело не в почете. Что касается подписчиков московских ведомостей, которые начинают издавать Новиков, то их всего порядка 600 человек. Однако уже за первый год работы Новикова, а он ориентируется опять-таки на московское мещанство, а это город купический, безусловно, он увеличивает количество подписчиков до 4000 человек. С 600 до 4000. Это колоссальный совершенно скачок. Он начинает заниматься издательским делом. Он начинает создавать новые типографии. Он создает, так сказать, инструмент подписки на книги. Он начинает книгопродавцам давать льготы различные. Он им дает книги в долг с тем, чтобы они продавали, причем продавали не только в городе, но и в селе. И надо сказать, что это имеет все потрясающий совершенно результат. В 20 раз возрастает оборот от книгопродаж. В 20 раз, в десятки раз возрастает количество лавок в Москве, где продаются книги. Ну, это был потрясающий совершенно результат, потому что оказывается, что это человек, который, во-первых, научил нас читать, заставил любить чтение как таковое, и в этом заслуга, конечно, Новикова безусловная, и, во-вторых, этот человек, который, по словам Василия Осиповича Ключевского, позволил вот через все эти системы продаж книг, организацию типографий, работу журналов, он позволил пробиться тому, чего до этого никогда в России не было. Начала формироваться общественная мысль, начало складываться общественное мнение. А это сила совершенно страшная. И надо сказать, что при этом он издает много литературы, причем очень много изданий идет у него в довольно своеобразном ключе. Это благотворительные издания. Деньги от этих изданий он тратит на то, чтобы создать училища для молодых людей. Это училища, в которых учились и, как сейчас говорят, бюджетники, и платники. Там были и вольно приходящие, там были и люди, которые просто сидели на пансионе в этих училищах. Сначала создается одно училище, потом еще одно училище. Он создает первую библиотеку, кстати сказать, для общественного чтения. Он создает первую аптеку бесплатно. Во время страшного голода он раздает хлеб. И надо сказать, что все это вызывает очень большое недовольство. Очень большое недовольство. На него начинают идти жалобы. Жалобы прежде всего от руководства. Очень опасливо к нему относится Екатерина II. Она просит, чтобы архиепископ московский разобрался с тем, что издает Новиков. И тот говорит, что он издает в принципе литературу трех видов. Это первая литература очень полезная, вторая совершенно непонятная, а третья вредная. Вот эту вредную литературу можно убрать, и тогда все станет на свои места. Что касается самого Новикова, то он говорит, что дай Бог, чтобы все христиане в мире были такими христианами, как Новиков. Екатерина это не успокаивает. Новикова начинает обвинять в злоупотреблениях, проводятся расследования, за ним наблюдают тайны. И в конце концов все кончается тем, что его арестовывают, отвозят в Санкт-Петербург, в Шлиссельбург. И там еще до завершения следствия он получает приговор. 15 лет. 15 лет заключения. Надо сказать, что это страшная совершенно вещь. Для него это удар колоссальный, причем его обвиняют, знаете, в чем? В том, что неизвестно на какие деньги он раздавал этот самый хлеб. Хлеб был пожертвован ему одним капитаном Лейбгвардии, который был сыном одного промышленника. Он отдал все деньги Новикову для того, чтобы он раздал это людям, людям, которые страдали от голода. И этот человек, который, умирая, держал перед собой портрет Новикова, с умилением глядя на него, потому что это человек, который смысл жизни, в общем-то, ему открыл. Понимаете? Новиков будет выпущен в первый день правления Павла I. Но это будет уже совершенно разбитый человек, который уже не способен вести какую-то общественную работу. И это, собственно говоря, конец его жизни. Он тихо умирает в своем имении. Но то, что сделал Новиков, заставляет нас вспоминать его с благодарностью. Он дал колоссальный толчок. И вот Новиков как раз, он, собственно говоря, был одним из первых, кто начинает публиковать труды второго нашего героя. Это Александра Николаевича Радищева. Но прежде чем говорить о Радищеве, мы поговорим о другом человеке. Это князь Щербатов, он придворный историограф. Кстати сказать, очень интересный историк. Труды его до сих пор изучаются. Михаил Михайлович пишет трактат, пишет его тайны. Это трактат о исправлении нравов в России. Он пишет о том, что развратная императрица развратила государство. Потрясающие формулировки, понимаете. Человек, причем человек явно придворный, пишет. Стараясь закрывать ущерб летами приключенной, от простоты своего одеяния остыла. И хотя в молодости не любила златотканных одеяний, хотя осуждала императрицу Елизавету Петровну, что довольно великий оставила гардероб, чтобы целое воинство одеть, сама стала к изобретению приличных платьев и к богатому их прошению страсть свою оказывать, а сим не только маженам, но и мужчинам подала случай к такому же роскошескому. Ну и что, скажете вы? А ничего, все начинают жить в излишней роскости, считает Щербатов. Что самое интересное, почему это плохо? Щербатов это поясняет одним примером. Он пишет. Случилось, что Юлию Цезарю доносили нечто на Антония и на Долабеллу, якобы от них он их должен опасаться. Отвечал, что он сих, в широких и покойных одеждах ходящих людей, любящих свои удовольствия и роскошь, никогда страшиться причины иметь не может. Но сии люди, продолжал он, которые о великолепности и о спокойствии одежд не родят, сии, кто роскошь презирают и малые почти за лишнее считают, каковы суть Брутус и Кассий, ему опасны. В рассуждении намерен его лишить вольности римский народ. Не ошибся он всем, ибо подлинно сии его 33 ударами кинжала издыхающей вольности пожертвовали. И тако самый сей пример показует нам, что не в роскоши и сластолюбии издыхающая римская вольность обрела себе защищение, но в строгости нравов и в умеренности. Вот к умеренности как раз князь Щербатов призывает. Он против роскоши, он за умеренность, и при этом он говорит, лучшее, что было, это было в прошлом, и к прошлому надо возвращаться. Самое большое зло, которое было причинено, это, конечно, Петровские реформы, обращение к Западу. Скажем, он рассуждает о излишнем роскоши Елизаветы Петровны, и тут же говорит, что причина этой излишней роскоши в том, что она имела старое образование. Потрясающая совершенно вещь. Он рассуждает о Петре, и он, у которого была колоссальная по тем временам библиотека порядка 15 тысяч томов, он знал 5 языков сам. Он вдруг начинает прикидывать, а сколько бы времени потребовалось, если бы Петр по-иному проводил свои преобразования. И понимает, другими методами все то, что произошло в России за 18 век, а точнее сказать, за время правления Петра, потребовало бы лет 200. Он говорит, могу ли я, кто получил все то, что я сейчас имею, образование, знания и так далее, теперь все это обратить для того, чтобы опорочить того, кто это все ввел? Нет. Нет. Потрясающие противоречия. Понимаете? С одной стороны, Новиков, который хочет двигаться вперед, но говорит, что надо обратиться к исконным ценностям. С другой стороны, Щербатов, который говорит, что надо обратиться к исконным ценностям, но он не может отрицать того, что, понимаете, образование дает, просвещение дает. Он понимает, что страна двигается вперед, и что-то надо менять, потому что все ужасно совершенно. Но князь Щербатов вынужден все эти свои размышления прятать в стол. Екатерина его подозревает в вольномыслии, но Михаил Михайлович не дает повода для того, чтобы его улечили в этом. Он умирает как раз в 1790 году, эта дата не просто здесь написана. И в этом же году появляется еще одно произведение. Произведение, которое было издано тиражом в 650 экземпляров. Это произведение, которое произвело впечатление взрыва бомбы. Ее в своей собственной типографии опубликовал Александр Николаевич Радищев. Человек, который, кстати сказать, был, я бы сказал, обласкан двором. Он был отправлен на учение, причем человек без особых средств. К тому был отправлен на учение за границу в числе 13 человек. Екатерина отправила. Он жил в Германии, учился там. Он знал тоже несколько языков. Человек, который, в общем-то, любил поразмыслить о том, что происходит в России. Он в свое время принял участие в довольно таком любопытном мероприятии. Он работал на таможне. И он видел, что происходит. Он путешествовал по России. И начинает писать работу, которая потом получила название «Путешествие из Петербурга в Москву». Работа, которая вызвала потрясающий совершенно эффект, потому что он не просто описывает, он начинает клеймить то, что он видит. Он пишет о том, как продаются семьи крепостных и делятся при этом. Он пишет о том, как издеваются над крепостными крестьянами. Он пишет о том, как крестьяне убивают своего помещика. И говорит, что для меня математически точно ясно, они не виноваты в этом. Они отвечают насилием на насилие. И он пытается в то же время рассказать о том, что можно было бы сделать. Но о довольность, которая включается в путешествие из Петербурга в Москву, это прославление казни Карла Первого. Екатерина прекрасно понимает, о чем идет речь. Результат тоже ясен. Книгу изымают, но она уже получила такой резонанс, что за то, чтобы почитать изъятую книжку, платят по 25 рублей в час. Вот люди начинают переписывать ее, она ходит в рукописях. Радищеву от этого не легче. Ему отправляют в ссылку, заменив смертную казнь ссылкой, он отправляется в Сибирь. В том же самом 1790 году. Вернется он на Сибири только при Павле Первом. Павел его действительно попросит вернуться. И Радищев, не ожидая, когда настанет весна, он по холоду будет ехать через всю Сибирь. У него заболеет вторая жена, которая вместе с ним была в ссылке, она умрет от простуды. А он приедет, но окажется, что свобода да не свобода. Он может селиться только рядом с Москвой. Он не имеет права занимать никаких должностей, ему не разрешают писать. Он в отчаянии. Причем это человек, который тоже, в общем-то, он с трудом уже читает, да ему уже неинтересно читать. Это человек, который с трудом говорит. После того, как убивает Павла Первую, к власти приходит Александр Первый, Александр призывает Радищева к себе. Он предлагает ему принять участие в реформах, которые готовятся. Несмотря на то, что во главе того самого подразделения, в котором будет работать Радищев, находится граф Заводовский, который участвовал в суде над Радищевым. Радищев соглашается на эту работу, он выходит. И начинает опять рассказывать, как надо изменить Россию, что надо сделать для того, чтобы жизнь стала лучше. И получает на это ответ. Александр Николаевич, ты еще не успокоился? Смотри. Он возвращается домой и спрашивает у своих близких. Как вы думаете, а что, если меня еще раз сошлют? Понимаете, это страшная совершенно вещь, потому что человек сломлен, он испуган. Судя по всему, в тот же самый день Александр Николаевич покончил с собой. Вызвали врача, он приехал и просто констатировал смерть этого человека. Пройдет 68 лет и работы Радищева, путешествия из Петербурга в Москву и вот эти самые рассуждения, повреждения норов в России Михаила Михайловича Щербатова будут опубликованы вместе, впервые. Сделает это Герцин в колоколе. Причем Герцин очень интересно опишет, он напишет, Князь Щербатов и Радищев представляют собой два крайних воззрения на Россию времен Екатерины. Печальные часовые у двух разных дверей. Они, как Янус, глядят в противоположные стороны. Щербатов, отворачиваясь от распутного дворца сего времени, смотрит в ту дверь, в которую вошел Петр I и за ней видит чванную, чинную Русь московскую. Скучный и полудикий быт наших предков кажется недовольному старику каким-то утраченным идеалом. А Радищев смотрит вперед. На него пахнуло сильным веянием последних лет XVIII века. Радищев гораздо ближе к нам, чем князь Щербатов. Разумеется, его идеалы были так же высоко в небе, как идеалы Щербатова глубоко в могиле. Но эти наши мечты – мечты декабристов. Так эти люди сойдутся не только в 1790 году, но и по воле еще одного мыслителя Герцена. Но интересна еще одна деталь. Почему так жестоко преследуются эти люди? Они не совершили ничего страшного, ничего противозаконного. Понимаете, если Новикова обвиняют в масонстве и связях за границей, то никого другого за это не упрекали. Не упрекали даже. Это поставили ему вину. Почему? Судя по всему, дело в том, что власть очень хорошо понимает, кто ей действительно опасен. Недаром Екатерина сказала, что Радищев – это бунтовщик похуже Пугачева. Пугачевский бунт, как потом напишет Пушкин, да? Бессмысленный и беспощадный. А эти люди передавали смысл таким выступлениям. Они дискредитировали власть. Власть для того, чтобы быть законной, легитимной, она нуждается в трех вещах. Эта власть должна быть оправдана, объяснена для всех, да? И сакрализована. А вот тут начинает показывать, что она не оправдывает себя, да? Ведь что такое государство? Мы как-то говорили уже об этом. Государство – это группа людей, которая претендует на монопольные издания законов, по которым будет жить общество, и монопольное применение силы, если эти законы нарушаются. Если такая претензия принимается обществом – это государство. Но если не принимается, тут всего один шаг до того, чтобы это государство перестало существовать. Так что вот эти вот люди, они сделали самый страшный шаг. И это сразу поняло государство. Сразу поняло всю опасность вот таких вот мыслителей. Мы поговорили сегодня о людях, которые заслуживают того, чтобы о них помнили. Они не совершали никаких больших дел, они не одерживали колоссальных побед каких-то. Но на самом деле они одержали победу над самым страшным противником каждого человека. Над самим собой. А там уже дальше можно и с властью бороться. Какие у вас будут вопросы? КОНЕЦ КОНЕЦ